Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Айзек Репентанс, и сегодня я хочу поиграть за этих двух наркоманов, посмотреть, что у меня с ними получится. Причем я даже уже начал ран, но потом вспомнил, что мне нужно выключить 120 Гц и все тому подобное, так что тот ран не считается, там, 22 секунды наигран, так что я был в первой комнате. Ну да, двойной персонаж. Фриз сразу же, это замечательно. Но также худший персонаж в игре, на мой взгляд, в плане играбельности. Потому что, собственно, двойной персонаж, мне нужно двумя чуваками сразу управлять, и я могу их разделить и управлять одним из них отдельно, но только одним, вторым не могу. И если хотя бы один из них умирает, то я проигрываю, и также у них разные статы, разные предметы и разное все, и это очень бесит. Но при этом у них есть определенные очень неплохие анлоки, так что на самом деле... Есть смысл пройти за них что-то. Но это немножко мучительно, мне кажется. Но посмотрим. Первый предмет, который мне попался, это шапка вот эта вот, которая дает иммун к взрывному урону. И это может быть полезно. Если бы они у меня не разделились вот так, то это было бы вообще хорошо, но я почти мертв. И это отличное начало. По-моему, самый адекватный способ... Ну нет, два адекватных способа есть проходить. Причем, у меня один из них быстрее, чем другой. Это не должно быть так. Скорость у них общий стат. Так что не знаю. Но самый адекватный способ за них проходить... Это... Найти... Рестартить игру пока первым стартовым предметом не попадется лист, который дает неуязвимость, если не двигаться. Взять его красным чуваком и просто зажать Ctrl на весь ран и бегать только белым чуваком. Тогда все замечательно. И это играется как обычный ран за какого-нибудь Айзека, только хуже, потому что статуи у меня стартовые будут хуже. Но да. Это, мне кажется, наиболее адекватным вариантом. Вторым адекватным вариантом, который может быть немножко менее адекватен, но более прост. Мне кажется, зачизить все в коопе, потому что так можно сделать. Суть в том, что если... Не выходя из первой комнаты... Какой это предмет? Так, то есть, окей. Если не выходя из первой комнаты запустить кооператив, то это будет полноценный кооператив с полноценным персонажем. Потому что если не в первой комнате это делать, то там не до коп. В том плане, что второй игрок играет неполноценным персонажем. Ну да, если запустить кооператив в стартовой комнате, то это будет полноценный кооператив, и можно будет играть другим персонажем, и... Амм... Анлоки засчитываются, даже если эти двое умрут нахрен. Так что просто запустить кооп, и забить на все, и играть просто другим чаром. И тогда это будет хорошо работать. А во всех других вариантах этот персонаж работает нехорошо. Единственный условный плюс, который есть... Ну, нет, два. Два условных плюса, если это персонаж. Первый, это то, что бомбы ставятся обоими сразу, так что можно бомбить две точки в комнате одновременно и тратить на всего лишь одну бомбу. Это условно плюс. Но второй условный плюс в том, что если мне предлагается выбор из двух предметов, то можно взять их оба одновременно разными персонажами. И это тоже сработает. Но это по сути означает, что нужно идти вот туда вот наверх. И это единственный вариант. Так что да. Это тоже на самом деле не особенно хорошо. Наверное вот так вот, чтобы немножко выровнять дамаг, потому что у белого чувака дамага очень мало со старта. И, наверное, я загляну в магазин, куплю там ключ, которого там нет. Ладно? Ну, куплю там мешок, который там есть. И в нем будет всего два ключа. И я могу открыть сундук в соседней комнате, и я могу пойти все-таки в канализацию. Рюкзак. Ладно. Два активных предмета. И также гордыня. Если он перестанет спавнить бомбы рядом со мной, это будет неплохо. Окей. А ДПС у меня со старта немножко выше, чем у других персонажей за счет того, что у меня два. Но при этом он выше, если я попадаю всем. А я как-то обычно не попадаю всем. Так что на самом деле все равно нет. Ну да. Что поделать? Ммм, зато куча денег. В магазине была батарейка, это мне не особенно интересно. Какой-то вариант батарейки. А, и это этот вариант канализации, который хуже. А, ну да. Вот здесь вот я могу взять. Наверное, по нижнему с ним будет легче выравниваться. Типа вот так вот их выставить. И взять по предмету сразу. И у одного из них антигравитация, это ужасно. А у другого пауки. Ладно. Справедливо. А, что? Не, что у меня второй раз задамаживаю, я видела, что у меня первый раз задамажу. Ладно, неважно. В любом случае антигравитация это ужасный стартовый предмет, так что... На самом деле хороший результат. Ну окей. Посмотрим. Может быть с какого-нибудь травя что-нибудь получится. При этом... Анлоки у этих персонажей неплохие. Брат ли там секрет? Просто потому что я могу. Анлоки неплохие. В частности, мне бы очень хотелось открыть предмет, который открывается за босс раш. Но для этого мне нужно пройти босс раш. То есть, во-первых, дойти до него за... За сколько там? 20 минут или 25? Я не помню точно. И во-вторых, мне нужен достаточно эффективный билд, чтобы, собственно, пройти его. Но за босс раш тут анлок. Это предмет, который позволяет... Который как бы лочит мои статы... Мои минимальные статы на текущем уровне. То есть, мои статы никогда... Даже не на текущем уровне, а вообще убирает все понижения статов от чего-либо. То есть, мои статы никогда не могут понижаться в никакой ситуации. И это довольно неплохо. То есть, например, если я беру какой-нибудь там полифимус, который дает плюс кучу урона, но минус кучу скорострельности, мне он дает просто плюс кучу урона, а скорострельность остается той же. Читерство. Слегка. Но также я, по-моему, не выйду из этой комнаты живым. Так что... До босс раша дело не дойдет. О, не. Из этой выйду. Мне бы хотелось что-то из этого. На самом деле, мне бы хотелось бомбу. Потому что иначе я не выйду из этой комнаты живым. Может быть. Это легкий босс. Так что... Так что посмотрим. Проблема в том, что близнецы немножко мешают двигаться друг к другу. И поэтому даже на абсолютно свободном пространстве они иногда немножко раз... Растакиваются. И это нехорошо. Ну и также попадать по одному противнику обоими персонажами немножко сложно. По боссу проще. Но и то я не всегда попадаю. С обычными врагами все вообще плохо. Ладно, это плюс хп и тринкет. Тринкет у меня один. И я, пожалуй, оставлю тот, который у меня сейчас. И также я возьму сердце так. И пойду еще раз сюда. По-моему, тринкет у меня один. По крайней мере, он влияет на обоих персонажей. Ягна. Я не ожидал. Чтобы у меня прилетит голова. Ну, минус. Примерно все синие сердца. Но все еще я не потерял сделку с диаголом. Нет. Ладно. А тут я ничего не могу сделать. Нормально. Тут босс. И бомбы, которые я не могу достать. У меня нет ключей, так что сюда я тоже не попаду. Помню с предметом. Так что мне нужно, чтобы кто-нибудь где-нибудь дробно у меня ключ. Например. Это комната. Ага. Так. Я пока что пойду. Я могу там еще бомбу достать. Наверное, стоит. Ну, сначала сюда. А, нет. Это не то, что я хочу братья. Мозги. Это сделает все сильно хуже. А, это сделает все сильно не лучше. Может быть, это повод рестартнуть. Мы посмотрим, что босс мне даст. Если я выживу на нем вообще. Не факт. Но если босс не даст что-нибудь совсем хорошее, то это явно рестарт, потому что у меня просто абсолютно не помогающие мне предметы. 53, по сути. Ну, типа, яд чуть-чуть что-то делает. Ладно. Сделку сделала, но я уже не получаю. Я не могу от таких паттернов поворачиваться двумя персонажами сразу, потому что у меня в два раза больше хитбокс. А эти паттерны не рассчитаны на то, что у меня в два раза больше хитбокс. Нет, не делай этого, чувак. Типа, вот эти паттерны норм. Хотя, только что я получаю урон. И что я получаю? Плюс скорострельность. Не, я получаю рестарт на самом деле. Я не буду прям рестартить, пока мне не выпадет какой-нибудь имбовый предмет. Потому что единственный имбовый предмет для меня это, опять же, неуязвимость, если стоять на месте. То есть, возможность превратить это в обычный ран. Но я буду рестартить, если у меня за первую пару уровней ничего прям хорошего не выпадает. А, это что-то хорошее, но это нужно было не этим персонажем взять. Ладно. Неважно. Наверное, этим тоже оно пригодится когда-нибудь. Но это отхил. И да, активные предметы у них тоже разные. И это вообще печально. Я не могу добраться до этого сундука. Может, нужно для бомбы. А, я могу получить здесь активку. Но уже не могу. По идее, нужно не дамажить эту хрень. Чтобы пройти ее по цифизму. А, я не могу вернуться от этого. Я, наверное, мог увернуться от этого. Но не стал. Ха. Хм. Ты меня убил во сколько-то раз? ХП плюс скорость выстрелов. Наверное, ХП все-таки стоило не этому персонажу давать. Я, блин, не могу привыкнуть к тому, какому персонажу что давать. Также я не уверен, зачем я сюда иду. Хм. Затем, чтобы получить много бомб. Окей. Ну вот в такой ситуации, да, близнецы помогают. Слегка. А, также я могу сходить в комнату с проклятием. И, возможно, стоит это сделать. ХП у меня много. В магазине ничего полезного. А, и здесь. Окей. Ну, это не то, чтобы того стоило. Ну, ладно. А, на самом деле, правильнее было бы выходить по-другому. Выйти красным и отхилиться после этого, потому что... Ну, хотя, нет, не зараженный хилк. Тогда так, норм. Но теперь я могу до этого добраться. Мне кажется, мне не помешал бы иммун к бомбам, но для этого нужно его найти для обоих персонажей, потому что иначе это не очень работает. Ладно. А, также я понятия не имею, где секретка. Наверное, она может быть тут. Или над... В смысле, не над магазином, а тебя справа от магазина. Возможно. Но не уверен. Можно мне нормальный вариант второго уровня? Нет. Нельзя. Можно только более сложный. Для худшего персонажа в игре. Ну, по крайней мере, это легкий миниваз. А-а-а... Хм. А. Хм. Хм. Я не совсем понял, почему она используется. А-а-а-а... Нажатием на кнопку активного предмета, а не на кнопку ААААААТОБЛЕТКИ. но почему-то в одном нет эта комната за что это даже полезно я дают я даже делаю так я хотел их разделить но тогда я не уверен что мог бы выбежать нормально мир я сразу применю потому что то что все слишком неудобно если не сразу применять тут есть хилка если что тут есть непонятные враги ладно и тут есть бесполезная активка это не самый лучший план хотя не нормально но я теперь могу сделать вот так не самый лучший план потому что на самом деле пассивку я бы хотел взять красным но также это пассивка которая не такое уж большое значение имеет это палец он дамажит когда он направлен на врагов по-моему он дамажит в зависимости от моего дамага то есть красным чуваком все-таки был бы эффективнее но тогда я не мог бы поменять во первых я не знал что эти предметы также не могут поменять активку а это явно красным хочу дать потому что это плюс хп и урон и минус скорость минус скорость всем и это немножко печально ладно палец нормальный предмет он позволяет дамажить врагов даже тех до которых я не могу дотянуться нормально а это можно было бы взять больше проклятых комнат я думаю стоит не важно кем то что у меня есть отхил так что у меня есть возможность в эти проклятые комнаты заходить а не этот босс это не хорошо хотя можно его ваншотных бомбами окей это уже интереснее а хочу ли я связываться со сделкой с дьяволом я думаю нет удвоение денег это интересно джаджмент блин как это неудобно думаю так я выхожу а я не хочу связываться с дьяволом потому что я лучше ангельскую комнату получу когда-то в следующем на следующем уровне ты умри черное сердце чуваку у которого нет ни красных на самом деле пофиг бесконечные ключи это хорошо но у меня и так много ключей тратить не хочется так так поехали окей союзник плюс карандаш карандаш это что-то довольно полезное точно не помню что он делает моему дает шанс выстрелить пачкой выстрелов вот такой вот да так что это в принципе нормально и это на более дамаговом брать так что вообще хорошо я могу на ней я не могу их обоих убить этим белым огнем я пошел на эту ветку но я пошел на нее не потому что я хочу собирать нож я не вижу особого смысла сейчас пытаться собирать нож так что не не буду с этим связываться на самом деле я пошел на эту ветку потому что на этой ветке можно удваивать предметы там то они что-то убирать обоими что у меня спайс в этой комнате происходит вроде отпустила хочу ли куда-то кроме босса на самом деле нет это петер чувак проблема в том что карандаш это довольно недолобойная ну вот сразу немножко лучше идет а я даже получил урон тем братом которым пофиг окей но также в любом случае не получил сделку сделаем комс ангел а кем взять мыло это скорострельность скорость выстрелов наверное красным скорость выстрелов поможет с дальностью с которой у него проблемы некоторые от засчитается как две бомбы сразу да отлично основной минус пальца заключается в том что он может уничтожать всякие бочки и прочие подобные вещи иногда не в те моменты когда мне это нужно окей xl шахты звучит не особо также опять же с фпс что-то как-то нехорошо минус 1 минус 2 и это в черный сердце что блин откуда там это паук вообще ладно я хочу сказать я попал в черное сердце это не минус сделка с дьяволом но потом паук который вообще не видел ладно тогда оставлю от синие потом его подберу когда-нибудь нет это не то что хотел ну или или так у меня есть ключи это просто можно удвоить деньги и купить два предмета стоит удвоить их перед покупкой непосредственно потому что может быть я найду больше но также может быть я забуду их удвоить и и ни хрена но я постараюсь не забывать паук видимо был из камня из такого и видимо камень уничтожился тем что черное сердце затронировало издамаживаться в комнате нет чуваки не разбредайтесь тут еще паутина которая тоже рассинхронить меня очень дико но также тут вот это не особо полезно и также тут вот это я хочу просто узнать что тут просто сундук неинтересно совершенно мой миньон блочит выстрелы это полезно это было полезнее если бы он не летел по 15 часов на другой конец комнаты ладно а все я всех убил удивительно удивительно нет мясные колеса включаем это те чуваки которые до взрываются огромных пачковых стрелок понятно это одна из комнат с предметом это хайвмайнд улучшенные мухи пауки а второе это аура а не это не хайвмайнд это хайвмайнд такой же но немножко немножко другой но это тоже на самом деле полезно но на самом деле не очень как-то можно было не контролить его вроде бы ну да это муха которая управляема в каких ситуациях это очень даже помогает но не в любых в большинстве ситуации мне как бы и так есть что контролить мне не нужно больше вещей которые нужно контролировать мне хватает и двух от рикошет такое не не уверен это явно не рикошет рикошетный пляжный мячик он немножко другой на похожий окей удвоение денег я куплю карту секретками я куплю синее сердце красным красным чуваком и я куплю вот это да я пока что не иду комнату с боссом потому что нет за что за что вы меня разделили или комнату с боссом потому что так что где то еще есть вторая комната с предметом да я только одну нашел я пугает тот факт что комната с боссом большая ну что поделать ладно так сначала паука с бомбами потом получить урон от чего-то от бомб видимо я пытаюсь увернуться от почти разных других пауков ладно что тут я могу сдать пару ключей а ну или ну или так хотя это явно полезнее чем чем то что было а также стоит заюзать сердце ключ открывает двери удивительно но он позволяет открыть мега-стану даже если у меня не отключают мега-станы это основное его использование по моему также он позволяет выходить из комнат не не проходя их на это обычно не нужно а также может быть он позволяет попасть в магазин и комнат с предметами все такое бесплатно без ключа я не помню точно а на проверить почему это хрень вообще сагрилась такое расстояние я был достаточно достаточно далеко ладно синих ждет у меня нет зато у меня есть еще один предмет еще по одному предмету на каждого нет мухи идите нафиг так а фея которая тоже подсвечивает секретки я как бы и так но хотя она ко мне тоже подсвечивает которые подземные секретки так что на самом деле смысл есть а и опять же шапка которая дает ему лун под взрывчатки куда-то летит намеренно или она просто рандомно летает по комнате не просто рандомно ладно теперь наверное нужно идти к боссу проблема в том что у меня аж целых 2 хп на красном на красном братья а я не проверю ключ и это этот босс ну все плохо мне нравится этот босс совершенно если бы он просто был грид модом то есть просто арена с врагами а сам не стрелял он был бы немножко адекватнее но тут все довольно плохо а есть секрет с ним связанный который заключается в том что если использовать карту хаоса на нем то это его во первых убивает недоверенно без без шести волн но во вторых это открывает бонусную локацию в которой там пару дополнительных предметов можно получить может быть один один предмет и расходники или может быть там несколько я не помню точно не хочу получать урон а шапка кстати не только от взрывов защищает но и просто иногда блочит входящий урон и это полезно хорошо что он персонажа у которого меньше по а а там осталось два странных паука но они на другой стороне комнаты я не могу их нормально домашь стоп стоп это поселила боях по моему это поселила боях ладно это скорость и скорость выстрелов не минус размер также пара с них сердец и я пойду поселюсь после этого ужасного басфайта а а а не здесь я пойду поселюсь хрен знает где ну и на послаж я уже не успеваю потому что нам нужно 20 минут и нужно еще целых два уровня пройти так что в этом плане все плохо ну и также даже если бы я успевал я бы его никогда не прошел таким билдом потому что мне ничего ценного нет просто немножко условно обычных статов тип нам ну чуть-чуть урона ну чуть скрострельности ну чуть ну палец который чуть помогает я бы очень хотел избавиться от камни из центра а также не хотел в него вторая почему я думал что он сюда ходить это бринсон бомбы может он меня он не может тебя ими убить потому что его нет на арене когда они планируют окей никакой сделайте сделаем естественно двойная луна это две секретки на следующих уровнях это довольно достойно это не помогает ну я пойду может быть я по крайней мере убью там сердце ногу что-нибудь на самом деле мало вероятно но вдруг окей от нас кратко здесь это неплохо настолько что я даже пытаюсь этим что-то сделать а а ну ладно тебе сделка сделала опять же а это не то что хотел я хотел вот это аааа ладно неважно неважно и это совершенно помогает потому что это активка с наводкой аааа ну да я применил карту звезд чтобы телепортироваться в комнату с предметом которая оказалась бесполезной трешем и до этого я хотел применить карту которая дает мне два сердца вместо этого применил карту которая дает мне баф на эту комнату а может перепутал что где да почему вы так далеко друг от друга делила ну да мешки довольно неплохо по сути бесконечные ресурсы с которыми у меня правда и так нет проблем так что может быть на самом деле не стоило бегать по шипам ради этого ну или стоило но аккуратнее так чтобы не получать урон от этих шипов я хочу все-таки проверить да а сердце лечит такой персонажей это неплохо наверное в принципе активки будут работать на обоих персонажей типа там та же сам наводка может быть сам наводка лучше ключа в этом плане может быть нет плюс дальность на том у кого меньше дальности хорошо окей две комнаты с проклятием это явно не то что с чем я хочу связаться сундук мне в этом не сильно поможет но я могу сделать вот так и утерпортироваться тут нахрен а ключа у меня полной у меня есть мешки так что видимо я кормлю этого чувака ключами так сколько тебе их нужно таблятки норм и ну и ладно в этой комнате умру мартиня у меня слишком много хп для этого но если у меня было меньше хп то я мог бы минус удача у меня по-моему нет ничего что стереть от удачи окей в этой комнате я могу воспользоваться мухой ха ок скрытка черные сердца а да вполне сделку сделала мне правда уже потерял не обязательно было взрываться наверное так чтобы у каждого по черному сердцу как минимум а ладно предмет я уже нашел ну это глубины 2 кстати то есть в принципе я довольно близко к боссу рашу потому что мне нужно было этого босса видеть за 20 минут но не во первых 20 минут уже прошло так что я уже не попал во вторых я пожалуй еще магазин найду а и заодно знаю да ключ работает андора по моему дает то ли кучу денег то ли еще что-то настолько же бесполезно может быть синие сердца кучу денег но больше чем я на нее потратил так что почему нет на самом деле стоило бы ее унести дальше но я не знаю на каком уровне она что дает так что нет особого смысла ну и теперь можно идти к боссу на удивление для отсутствия хороших предметов вполне быстро и неплохо получилось сюда дойти по сути карандаш стащил потому что карандаш это основной урон который у меня есть типа я не дамажу а потом прокает карандаш и все умирает можно в одну точку заставиться нельзя но хотя бы достаточно близко друг другу подойти уже хорошо вы стоило нет 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 могу это это взять взять наверно это будет чуть важнее чем чем обычно потому что снизу я не могу выравниться ну да а возможно стоило наоборот там у кого больше урона дать не урон надо сойдет проблема в сделках с дьяволом за это персонажа потому что у меня два персонажа мне нужно двумя персонажами одновременно уворачиваться у меня большой хитбокс даже если я вплотную друг друга стою так что уворачиваться или сложнее и при этом если хотя бы в одного из них падает мне нужно в два раза больше синих сердятся чтобы защититься не фейлить свой шанс сделать сетевым в два раза при том когда при такой же эффективностью ворота надо было бы а эффективность у ворота у меня сильно меньше потому что хитбокс и с этим связано так что может быть на самом деле план палец не палец может быть на самом деле план это рестартить не до листа который дает неуязвимость если стоять на месте что у меня сдамажива ну да не до листа который дает неуязвимость если стоять на месте а до козлины головы который дает гарантированно и сделать я вам потому что прохождением комнат без урона я их не получаю это чуть поможет это как минимум считается синим сердцем в том плане что не убирает шанс дать и делом если я потеряю ну странно близнецы явно самый слабый персонаж в игре и явно самый неприятный если бы у них хотя бы что-то было общем если не были общие статы или если бы у них были общие предметы или если бы у них был общая хп хотя бы все было бы в миллион раз лучше но не у них у каждого все абсолютно свое и в итоге играешь двумя персонажами но но одними кнопками все ужасно в два раза больше шансов все зафейлить без каких-либо ощутимых плюсов вниз я пытаюсь пойти вверх но из-за своих персонажей не видео уж там но там чуть-чуть конечно видно камень но да не очень а можно но также тупик странно но также таблетки открывается скрепки абсолютно бесполезно но еще одну возьму ему это управление настолько неинтуитивно и почему все эти таблетки кроме кроме открытия входа в секретке абсолютно бесполезно если у меня был телепорт я бы взял эти сундуки у телепортился ребяток с дьяволом в основном потому что ничего не вижу не чувак ты обойдешься стоп у меня минус удачи для него там персонажа хотя при этом таблетку на минус удачи я ел на другом по моему странно что мне минус единичку удачи на красном и 2 единички удачи на беру по моему когда мне попалась таблетка минус удачи я белом я у может у него просто старта пониженная красного но это нехорошо потому что как бы у него карандаш который прок из кей лица от удачи мог бы кучу урона босс нанести солнцем вроде от нормальной работы но наверное это недостаточно а сложный босс тем более что у меня уже и так не было шанса сделать и сделал нормально и лучше я солнце применю на следующем уровне чтобы карту себя показать урон и скорость выстрелов не урандальность уровень скорость выстрелов это белый шприц неплохо мне для не искать более подходящую комнату так что я просто прожму внизу какая-то 5 из 5 как это особая комната сундуками или что-то такое бесконечные бомбы увы не особенно полезно хотя мне бы наверное наверное не хватило бом чтобы попасть в все секретки так чуть-чуть пригодится сделку сделала меня опять же потерял потому что слишком много врагов и слишком маленькая комната и слишком много меня так что уворачиваться от всего не получается и оля на того а у тебя не уязвимость какое-то довольно адекватное время так что может быть по крайней мере сердце победить получится наверное я бы хотел не быть окруженным чистотой я бы также хотел никогда больше не встречаться с этими врагами что мне дает дальность которая отваливается при получении урона может когда я захожу в комнату у меня больше дальности когда я получаю урон и у меня минус 3 или типа того короче достава эта комната конечно не сильно лучше но лучше я очень надеюсь что секретка сверху это куча сердец я также очень надеюсь что блин вроде не будут спавниться подо мной и домашняя этим потому что от этого вернуться как-то слегка нельзя когда эти врагов нет индикации что он сейчас из-под меня вылезет ну ладно миллион сердце отставайте не совсем надо было брать другим и прижимать ауди на бойсе просто ну с другой стороны для того чтобы прожимать что-то на боссе нужно до этого босса дойти а это пока что не очень получается а второму брату кстати половинку сердце лишь дает ну ладно неизвенность у одного и второй сейчас умрет потому что лазеры бьют сквозь персонажей также неизвенность кончится до конца боя по крайней мере я могу делать так наверно нет его двигают выстрелы я не мог от этого увернуться потому что это сраный паттерн от которого нельзя увернуться двумя как бы с двойной высотой персонажа с двойным размером персонажа я бы получил урон либо одним либо другим и я получил урон не тем которым нужно потому что блин я не понимаю что происходит ага еще один трай и это последний раз когда из этого персонажа играю в принципе потому что мне не понравилось надо будет начизить его англ очковом не наверно я перестарчиваю пока не получу хороший предмет в первой комнате это нехороший предмет ну не это нормальный предмет но это недостаточно хороший предмет это не что то что затачит весь ран это вообще не предмет это реролл но не я даже не знаю что мне затачит весь ран кроме опять же неуязвимость если стоять на месте я понятия не имею что может быть что-то при получении урона чак не похоже может быть что-то при убийстве тогда нужно убивать ммм я получил урон два раза и меня отхиливана фук что ясно но так же а заспавнила ммм типа это 5 дополнительных жизней для этого персонажа или что-то такое нет я не рестарту надо будет загуглить как это работает но это не что то что мне поможет опять же что мне поможет это либо либо лист и играть обычный ран одним персонажем вместо двух либо я даже не знаю что какая-нибудь имба реактивные ракеты это не что-то что поможет при том что у второго реактивных ракет нет так что он просто ставит бомбы себя под ноги класс ну логично ну логично не ломать камни ходьбой не то не то не то мне нужно что то с чем я смогу дойти до босс раша и пройти босс раш чисто одним этим предметом по моему такого в игре нет разве что опять же козлиная глава помогла бы да может быть но нет не эта хрень мне кажется раньше рестарты чаще спавнили рядом со мной комнат с предметом но может быть я ошибаюсь двойной выстрелся слегка снежным роном это конечно плюс дпс но не то до 6 не на это имба но я не думаю что это имба которая опять же поможет текущей ситуации разве что тут тут еще что-нибудь выпадет паути не то возможно стрелять по диагонали явно не то бомбы зачем я сюда зашел бомбы не помогают бомбы не помогают даже такие по-моему это рандомные бомбы были взрывной выстрел тоже не помогает он скорее меня убьет хотя если найти еще иммун к взрывам для обоих персонажей то может быть какой-то смысл в этом есть потому что в плане эффективности довольно хороший предмет его проблемы исключительно в том что он не убивает нет я не знаю что за предметы тут не гость это активка которая дает плюс к урону замедление возможность ломать камни половинку черное сердце при использовании это довольно хороший предмет но не в текущей ситуации не что-то что помогает может быть все таки все таки не будет еще одного рана библиотека но я не могу в нее зайти ну и там там не может быть ничего настолько полезного хотя в прошлом ранее где-то было библии если я ее забрал то я бы по крайней мере босс прошел что это по моему это кстати как раз тоже иммун к взрывам какой-то или что-то подобное но не уверен но нет тоже не проклятый глаз я думаю это хороший план не помню как телепорт работает типа вот так во время зарядки но до ее окончания нужно получить урон чтобы у телепорта куда-то вообще не помогает это сделали вроде бы сильно лучше в том плане что она мгновенно стреляет без без анимации непрерываемую обычную стрельбу так что может быть это хороший предмет но не это хороший предмет когда у меня уже есть нормальный билд потому что он насколько я понимаю моими выстрелами стреляет со всеми эффектами и со всем уроном и со всем таким в прошлом это неуязвимость она не та но по моему я пропустил один из ранов где была комната с предметом в 1 но то что я только что подобрал это каждые несколько секунд мой персонаж там на секунду становится неуязвимым и наносит контактный урон это почти неуязвимость когда я не двигаюсь но не совсем о заражение выстрел глазами но я потерял сделку с диагоном потому что там шипы и шипы считаются дня и не наступая на шипы этот предмет не взять такой стены бомбой но бомбы у меня нет ничего не тратят предмет не взять почему такие комнаты предмет вообще на первом уровне исполнить которых вы невозможно подобрать просто так это как бы первый уровень нет ярость вроде бы которая при получении урона бустой урон нет наверно еще три включая эту комнаты если ни в одной из этих трех не будет ничего прям хорошего а то то репран но это паукан довольно прикольный дополнительный сочетверленный выстрел который еще и замедляется потому что он белый да без уменьшения моего урона или скорострельности или еще чего-нибудь и иногда при получении урона я буду спавнить паука но терять этот сочетверленный выстрел на эту комнату но также сочетверленный выстрел выглядит довольно слабо типа это не мой урон учетверленный но хотя может быть и мой потому что у меня персонаж недамаговый я посмотрю что сбрасывает может быть этот ран норм потому что посмотреть что будет босса нужно этого босса найти сначала это немножко нехорошо а ну да кстати удача у красного минус один со старта у белого плюс один со старта так что мой паукан стреляет чаще чем должен при базовой удаче наверное и не уверен скейлиц или он вообще от удачи но наверное да большая часть таких как в стельце тринкет который в начале каждого уровня с шансом показывает мне что-то он дает эффект карты синей карты или компаса или ничего вроде бы я не помню точно может ли он ничего из этого не показать или просто одно из трех гарантированно он точно только одно из этих трех гарантированно ладно почему этот уровень такой огромный потому что это какой-то очень большой никс или уровень и 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 Нет Он толкается на меня Нокбэк Во языке странный Что обычно после нокбэка Враги ускоряются в мою сторону На большую скорость Нет, это плюс дальность Так что все-таки еще пара рестартов Еще две сокровищницы Одна из них это активка, которая делает лужу Бессмысленно И вторая из них Это Палец опять Ну ладно Может быть Палец норм На самом деле, конечно же, нет Но вдруг босс мне какой-нибудь абсолютный Винбедроп И где-нибудь на уровне будет там Красный сундук, который протонет к дьяволу Которого там бримстоун Плюс не знаю, что еще Церемониальная роба Плюс еще что-нибудь для второго персонажа полезно Ну не, ничего такого не будет Но палец, но Палец меня в принципе устраивает Не в контексте Текущего рана Что вам не нужен Абсолютно не будет предмет для начала Но в контексте, что это нормальный предмет За любого другого персонажа мне после этого не хотелось перестартить За этого персонажа мне хочется рестартить Всегда На самом деле нет Мне хочется не рестартить Мне хочется выйти в меню И не играть никогда больше Этим персонажем Это немножко разные вещи Не надо Это не помогает Так же я опять взял Этим персонажем Так же я не уверен Что этот тренкин делает Так же у меня нет ключей И бомб И вообще чего-либо Калец хорош тем, что он дамажит сквозь любые препятствия Это не ключ Это тоже не ключ Ну, я не особо могу уворачиваться Когда враги со всех сторон от меня Но это такие враги Все еще не ключ Минус сделок взял Оказалось, у меня все еще были сильные сердца Видим Ну, у того персонажа не имею ввиду Который получил урон По-моему, игра тоже думает Что мне не стоит играть Близнецами никогда Так что она не дает мне ключи Так что, наверное, я последую ее совету Да-да, замечательно Это именно то, что мне было нужно Не, ну я могу до него добраться Но это все равно как-то слегка тупое говно Я подозреваю, судя по описанию Что перо Может быть заменяет боссовский предмет на ангельский Или что-нибудь такое А на того не стоило Окей Это норм А, я случайно Хотел бомбу ставить Но так получилось И это не то направление В котором мне нужно было уйти Окей Посмотрим, насколько мое предположение Правильно Это не похоже на ангельский предмет Это похоже на плюс размер выстрелов и дальность Что совершенно не помогает Также это похоже на то, что мне не очень хочется продолжать этот ран Но на самом деле Когда-нибудь через пару комнат меня просто убьют Так что просто выходить Не так уж много смысла Доказы это минус проклятие И плюс половинка синюю сердца Не тем персонажем нужно было это использовать Но что подавать Так получилось Если бы у меня были бомбы, я бы взорвал этот камень А если бы у меня были ключи, я бы зашел в эту комнату с предметом Не могу два раза У меня, наверное, нет Ключ или бомба Это все, что мне нужно Во А Репонятка, которую я туда закину А Не Это не то Это вообще не то Тебя, конечно, могу сделать вот так Но это не помогает Нет Бомба у меня ноль Я бы потратил Одну, чтобы получить четыре или сколько там их Но для этого нужно, чтобы у меня была эта одна Во Ну, ну бы страшно, так в любом случае не успею Так что Так что смысл Так И на самом деле Это все тоже неплохо Может быть, сделка сделала у меня спасет Или волшебный гриб Нет Или плюс Скоростральность Тоже на самом деле Нет Может быть, все-таки Волшебный гриб Также у меня есть две бомбы Так что Я могу Сделать так Теперь у меня больше Другом И теперь у меня секретка Который ничего Ну, который еще две бомбы Ну, ладно А где-то еще был Еще один камень Тут А можно Что-нибудь более адекватное В магазине В магазине можно Не знаю, насколько нужно Но пусть будет Нет, я не хотел Блин Также это было бы намного более адекватный персонаж Если бы Как бы Если Если бы Было так, что Один умирает Я просто играю вторым Тогда было бы вообще пофиг Можно было бы просто рипнуть Одного в самом начале И играть Айзеком без Без статов И без Д6 Но это было бы В миллион раз адекватнее Опять же Ладно Босс Слив на него не должен работать Правильно Может быть На каких-то миньонов Которых он сумонит А он Каких-то миньонов сумонит По крайней мере Он умеет Ладно Не Вообще не то Прям совсем не то Как бы Это такой ран Который На обычный персонаж Было бы Скорее всего Рестартом Степно у меня Парочка повышений хп И палец И все Больше ничего полезного Равенство Равенство Если у меня Одинаковое количество Монет Бомб И ключей То все их дропы Удваиваются И как только Я один из них Подбираю То у меня Остается Неодинаковое количество И рип Но наверное Смысл в том Что у меня Одинаковое количество Всего этого Я подбираю Тринкет И не подбираю Все эти дропы Пока не пройду уровень А потом подбираю дропы Выкидываю Тринкет Иду дальше Так Может быть Есть какой-то смысл Но не в текущей ситуации Ладно Библиотека Не, ну я могу прыгать О мой Это не очень помогает Это не должно работать Через препятствия Должно оно как-то криво Ну по крайней мере Это возможность Подбирать дополнительный лут А, я Случайно От этого очень Удобно уворачиваться Когда у меня два персонажа Которые к тому же Не вплотную друг к другу Почему-то стали Ладно Плюс скорость Это по-моему Первое полезное Что я в этом Ранее нашел И это не помогает Это типа две Таблетки Или руны Или еще что-нибудь С собой носить Вроде бы так Но это не помогает Но это не помогает Блин, от этого и одним персонажем Уворачиваться невозможно В этой комнате За что? За что? И ты за что? Что у меня такое Что из меня дропаются С реца При получении урона Не уверен Бинт? Наверное бинт Да Который старый бинт На самом деле Не особо важно Потому что в любом случае Эта бинт у меня ненадолго Джаджмент Луна Не Не особо интересно Я бы сказал Что я случайный Но не Я просто хочу Побыстрее закончить Этот ран Потому что он явно Никуда уже не уйдет Так что ловить лицом бомбы По-моему хороший план У меня стартовый дамаг Кстати Просто К слову На Четвертом уровне В конце четвертого уровня Ну это Тэш паттерн С которого тут можно Уворачиваться Не то чтобы Это сильно помогало Но можно Ура Этот ран Все еще продолжается С чем-то И почему-то Почему блин В таких ранах Мне спавнятся Трэшевые боссы Которые не могут Меня убить А в нормальных Более-менее ранах Но в которых Там проблемы с хп Там обязательно Что не сложно Окей Это не то что я хотел Но ладно Допустим Глаз Глаз Кэнон Это явно То что мне нужно Это прям То чего не хватало Мне кажется Стоит сделать так Рип глазка Не рип глазка Я теряю Бонус именно Если я получаю Урон пока На руках Но так же Она наносит Копейку Так что на самом деле Не важно Потому что Это типа Увелич Не А сейчас она сломалась Видимо с шансом Просто Но это типа Множитель моего урона Мой урон Ниже базового урона Всех остальных персонажей У того У кого это Глаз Кэнон есть Ну ладно Ура Это закончилось И опять же Никогда Единственный вариант Как я Близнецов буду проходить Это примерно Примерно вот так Типа Заспавнить их И потом Заспавнить Кого-нибудь другого Только Надо наоборот Чтобы играть Кем-то другим Не падом Потому что Падом мне Играть неудобно А дальше Близнецы Пусть рипаются А кем-то другим Я буду проходить игру Такой вариант Вполне норм Сейчас это окажется Нормальный ран Но не Ну типа Не Это хороший предмет Но если это еще Не пофиксили Это скорее всего Когда-нибудь пофиксит Но Пока это не пофиксит Даже если Близнецы мертвые Анлоки за них Засчитываются То есть я просто Таким образом Прохожу Что угодно К тому же В таком варианте Я получаю Больше предметов За убийство боссов Единственная проблема С камерой Да В больших комнатах Но типа За боссы я получаю По два предмета На самом деле Даже не по два Количество предметов Равное количество игроков Потому что можно Больше заспавнить Но при этом Я получаю Все анлоки По-моему Кроме Анлока Альтернативных персонажей Потому что Их я вроде как Получаю только Из того персонажа Который начинал ран То есть я все равно Могу открыть Альтернативных близнецов Без проблем Мне просто нужно Ими начать ран А играть Другим персонажем Но типа вот Степлер и бинт И близнецы К тому же Рисуются в конце Каждого уровня Что может быть На самом деле Проблемой Потому что Если я перейду На следующий уровень Они там умрут То Я потеряю Шанс сделать И сделаем Так что нужно найти Какое-нибудь место Где можно их убить Например вот это Но сейчас я не буду Продолжать этот ран Потому что Я не хочу Но Видимо я так буду Близнецов отыгрывать И это Значительно адекватнее Чем Обычный Рандзен Что будет Если я продолжу Учитывая что Близнецы мертвы А второй игрок Это второй игрок Не Она просто загрузится Вторым игроком Ладно Ясно Ну да В общем Как-то так Я надеюсь Вам понравилось Это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok